Уважаемые коллеги, позвольте продолжить сложную тему, которую мы на сегодняшний день оставили на закуску и продолжая тему, которую поднял мой коллега, наш учитель всегда говорил, что самая лучшая операция, которая есть в нашей специальности, это операция не сделанная. Мы к этому должны всегда стремиться. И вторую фразу, которую я запомнил на всю свою жизнь, он всегда говорил, бойся хирурга, который дает гарантию на проведение своей операции, потому что осложнения были, есть и будут, потому что наша работа сопряжена в первую очередь с риском и с осложнениями, особенно в ортебрологии, в которой мы работаем. На сегодняшний день структура выглядит примерно так. То есть 96%, которые есть опухолевых образований в позвоночнике, это вторичные опухоли, это метастазы. И первичные очень маленькие, это 4,5%, поэтому на сегодняшний день мы работаем преимущественно на метастазы. Если брать в масштабах нашей страны, Республики Беларусь, ежегодно заболевает из 10 миллионов 42 тысячи человек. И у 2-3 из этих 42 тысяч это пациенты, которые имеют метастазы и в первую очередь метастазы позвоночника. Самое главное и самый большой бич на сегодняшний день при метастазировании позвоночника у женщин это молочная железа, у мужчин предстательная железа. Меньше, очень агрессивно, конечно, ведет себя рак легкого, гиперваскулярные опухоли почки, щитовидные железы. Мейломная болезнь практически в 100% случаев диагностируется именно при дифференциальной диагностике патологического образования в позвоночнике. В грудной отдел поражается чаще всего вопрос, почему. Конечно, здесь особенности кровоснабжения, я не буду на них останавливаться. И практически 85% это поражается позвоночник, в 10-15% это поражение паравертебральной области, чуть реже эпидуральное пространство. Вот отвечает на вопрос, почему в грудном отделе чаще локализуются опухоли за счет содержания большого количества губчатого вещества, наличия аностомозов, площадь поражения. И задние элементы намного чаще поражаются, чем передние отделы тел позвонков. На сегодняшний день классификация патологических переломов выглядит примерно так. В первую очередь это опухолевая этиология, метастазы, нейломная болезнь, первичные опухоли и образования, которые на сегодняшний день мы постоянно дифференцируем. Остеопороз, гемангиоматоз, инфекционное поражение и поражение крови. Существует и классификация. Она примерно такая же, как и в ортопедии и травматологии. Четыре стадии, ноль, первая, вторая, третья, в зависимости от степени компрессии. Они приблизительно такие же, как и в области травматологии. Какой на сегодняшний день диагностический алгоритм при образованиях опозвоночника? Конечно, рентгенография позвоночника в двух проекциях. Это уже, скажем, такой исторический аспект. На сегодняшний день самым главным, конечно, является МРТ, КТ-исследование. С точки зрения дифференциальной диагностики воспалительных образований и объемных образований, стентиография. Для предоперационной верификации и определения тактики хирургического лечения, это ангиография сосудов, прилежащих к опухоли, с целью определения распространенности ПЭТ-исследования. Но красным у меня выделена, конечно, биопсия пораженных тел позвонков. Потому что именно тактика хирургического лечения определяется в соответствии с заключением наших коллег-морфологов. Проблема хирургического лечения очень многогранна. И вот эта пирамида, которая построена, только верхушка ее, скажем, определяет онкологическую составляющую. Это маленькая часть тех проблем, которые мы поднимаем. В основе этого лежит нейрохирургическая составляющая, то есть вопросы декомпрессии и стабилизации, и ортопедической составляющей. Вот что такое онкологический принцип лечения опухолей позвоночника. В первую очередь стоит вопрос предоперационной верификации опухоли. Определение характеристик, чувствительность опухоли комбинированной лечению, лучевой химиотерапии, хирургическое лечение само, то есть которое подразумевает радикальную резекцию, либо палеоактивную резекцию. Что такое радикальная резекция с точки зрения онкологии? Это удаление, которое включает в себя опухоли блоком вместе с вовлеченным в процесс органов. И встает вопрос, сможем ли мы радикально удалить пораженное тело позвонка? Конечно, с учетом функционального результата мы этого сделать не можем, потому что если встает вопрос, согласен ли пациент после нашего удаления жить в дальнейшем с параплегией, конечно, никто из этих пациентов такое согласие не дает. Нейрохирургический принцип лечения опухолей позвоночника. На первом месте стоит сохранение экстренных показаний. То есть в нейрохирургии есть правило. Есть давление спинного мозга с неврологическим дефицитом. Мы его должны устранить. Точно так же при черепномозговой травме, точно так же и в вортибрологии. Почему я задал вопрос нашему коллеге, который показал, что можно не оперировать и показывать через 3 месяца пациента, который уходит с грубым нижним парапарезом. То есть прогрессирование неврологической симптоматики, есть признаки сдавления спинного мозга, это уже показания к экстренно-хирургическому лечению. Правда, нужно отметить, что в отличие от травмы спинальной, медленное прогрессирование неврологической симптоматики дает шанс в послеоперационном периоде точно так же медленно, но прогрессивно восстанавливаться. Более того, мы когда начинали, у нас были очень большие дискуссии с онкологами, стоит ли оперировать пациентов с нижней параплегией, которая наступила неделю назад, две назад и так далее. У нас есть наблюдения, в которых мы оперировали пациентов с месячной нижней параплегией, и было удивление, когда через год женщина с раком молочной железы открыла дверь и на собственных ногах, практически без неврологического дефицита, пришла к нам на повторный прием. Конечно, выполняя эти операции, мы в первую очередь создаем условия для того, чтобы пациент в последующем мог получать полноценную химию, лучевую, комбинированное лечение, потому что хирургическими операциями при метастазах вылечить пациента практически невозможно. Ну, естественно, нейрохирургический принцип – это декомпрессия, использование обязательно интероперационного нейромониторинга и интероперационная гормонотерапия. То есть нужно ли вводить гормоны во время операции? Значит, современные подходы в спинальной хирургии травматологи, или нейротравматологи, говорят, что большие дозы гормональной терапии, они ничего не дают, может быть, даже вредят. Наш опыт показывает то, что введение соломедрола в дозе 1000 единиц на сегодняшний день оправдано с целью профилактики нарушений спинального кровообращения и способствует более активному регрессу неврологической симптоматики, если мы идем уже на парез или параплегию. Ортопедический принцип лечения опухолей позвоночника – восстановление параспособности, то есть декомпрессивно стабилизирующий подход к лечению, использование металлоконструкций, вопрос, что делать с костной аутопластикой, что выбирать – ауто, аула, пластику, можно ли вообще ставить. Это вопрос очень индивидуальный. На сегодняшний день при симптоматическом хирургическом лечении, когда мы делаем декомпрессию, вообще можно не замещать на сегодняшний день аутопластикой, потому что при агрессивном росте, к сожалению, создание единого костного блока на месте хирургического вмешательства на сегодняшний день практически уже не актуально. Я не буду подробно останавливаться на алгоритме обследования и проведения в зависимости от того, какая у нас опухоль – доброкачественная, первичная, злокачественная или метастаз. Разница лишь в том, что пациентам с метастатическим поражением обязательным условием для обследования являются на сегодняшний день как КТ органов грудной клетки брюшной полости, выполнение исследований на онкомаркеры. Обязательным условием является ПЭТ. Это исследование, которое определяет в дальнейшем тактику лечения и переводит этого пациента либо в симптоматическую терапию, либо в дальнейшем для радикального лечения. Какие особенности радикальной резекции? Вы понимаете, что с точки зрения техники выполнить вортибректомию или удалить полностью весь позвонок на сегодняшний день при наших возможностях, при нашем оснащении не представляет никакой сложности. Вопрос целесообразности. Нужно ли выполнять радикальную резекцию в случае, если мы даже имеем, скажем, солитарный метастаз. И наши возможности в последующем получать химио-лучевую терапию. Вот вокруг обведена зона риска или зона, скажем, хирургической сложности для того, чтобы не вызвать дополнительную травму спинного мозга либо не получить нарушение спинального кровообращения вплоть до, скажем, повреждения артерии Адамкевича. Это то, что вызывает необратимые изменения. Хирургическая классификация на сегодняшний день не существует единой и не существует эффективной. Классификация Адамита, которая в 1997 году была признана одной из самых адекватных, одной из самых, скажем, эффективных, которая позволяет с помощью вот этих вот разделения выходит опухоль, не выходит опухоль за пределы костной ткани, она позволяет более-менее определить тактику дальнейшего лечения. Насколько целесообразно выполнение биопсии на сегодняшний день в ортебрологии? Видите, малоинвазивная процедура, которая не влияет на распространение заболевания, выполняется амбулаторно, подместная анестезия, высокая эффективность, частые осложнения и обязательно всем пациентам с подозрением на опухолевый процесс. Обратите внимание, эффективность чешкозной биопсии позвоночника равна примерно 80-90%. То есть современный подход на сегодняшний день таков, что при выполнении декомпрессии одновременно выполняется и открытая биопсия. То есть взять материал чешкожно, оно и травмоопасно, и сопряжено с большим количеством осложнений. Как исследование материала гистологической, цитологической, иммуногистохимия, бактериологическое исследование. И на сегодняшний день золотым стандартом у нас стало молекулярно-генетическое исследование, которое определяет в последующем курсе химиотерапии. Я хотел закончить и скажу, наверное, на сегодняшний день, что вопрос в первую очередь, как на сегодняшний день лечить. Именно комплексный подход к данной категории пациентов, то есть совместная работа лучевых терапевтов, химиотерапевтов, хирургов и множество морфологов, множество коллег, которые на сегодняшний день присутствуют в этом зале, в принципе определяют вот эту тактику, которой мы и пользуем. То есть это может быть вертебропластика, декомпрессивно стабилизирующая, корпэктомия, спондилэктомия. Вот эти виды помощи на сегодняшний день используются чаще всего. Что делать с метастатическим поражением позвоночника на сегодняшний день? Вы видите, что есть классификация осложнённые и неосложнённые. То есть неосложнённые патологические образования позвоночника. Это может быть лучевая терапия, вертебропластика, ортезы, нейролизис с точки зрения купирования болевого синдрома. Осложнённые повреждения, как я уже говорил, осложнённые неврологическим дефицитом, патологические переломы метастазов, все подлежат хирургическому лечению. И в первую очередь это декомпрессия и восстановление опароспособности позвоночника. Я повторяюсь уже для того, чтобы дать возможность пациенту дальше получать специализированное лечение. Локальная химиотерапия. Это вопрос, который на сегодняшний день достаточно дискутабельный, но он имеет место. Это препараты на основе платины, цисплацел, это проспиделонг. Это при чувствительности, место операции заполняется химиопрепаратом, который продолжает работать. И эффективность на сегодняшний день этой методики общепризнана и, наверное, имеет своё будущее. Показания к вертебропластике. Достаточно широкий и точно такой же широкий спектр к выполнению вертебропластики противопоказаний. Об этом достаточно красиво и мне очень понравилось, как коллега рассказывал, показал то количество позвонков, которые они выполнили. Ну, наверное, эта методика тоже имеет право жить. Я коротко покажу на сегодняшний день, какие операции выполняются при поражении всего позвоночника. Вот начиная с верхней шейного отдела, С1-С2. Наиболее тяжёлая сложная локализация, где доступ может быть либо заднего хирургического доступа, выполняя актипитоспондилодез, вы видите на снимке, либо через рот для того, чтобы удалить С1-С2, передние отделы этих тел позвонков. Вы видите хардома, которая была прооперирована в начале актипитоспондилодез, выполнена потом через рот, были удалены С1-С2, и после этого прошёл ещё курс лечевой терапии. Срок наблюдения у этого пациента уже более трёх лет, безрецидивный период. Шейный отдел позвоночника, патологическое образование на уровне С5. Вы видите установки, так называемая МЭШ, это титановая металлоконструкция после удаления патологического очага, с костной аутопластикой и последующим курсом химио-лучевой терапии. Шейный отдел позвоночника, комбинация так называемой МЭШ с дополнительной фиксацией пластиной, тоже с последующим курсом комбинированного лечения. Метастаз рака почки – это опухоль гиперваскулированная. Мы оперируем эти все пациенты в два этапа. Первым этапом выполняется эмболизация, в последующем удаление опухолей, и в данном случае выполнено эндопротезирование С3-позвонка, которое позволяет в послеоперационном периоде на следующий день этих пациентов вертикализировать и полностью, полноценно получать дальнейшее специализированное лечение. Хондросаркома. Точно так же удаление тела позвонка с переднего хирургического доступа, эндопротезирование эндопротезом. Докомпрессивная ляминоктомия. То есть это базовая операция, которая используется в ротебрологии на сегодняшний день, задача которой – удалить с давления опухолью из заднего доступа. Вы видите вот здесь вот сдавление, которое было циркулярное. И на контрольном снимке полностью устранено сдавление, восстановлены ликвардинамические пути с хорошей положительной неврологической симптоматикой. Транспедикулярная фиксация. То есть операция после декомпрессии спинного мозга, удаление субтотальной резекции опухоли, выполняется транспедикулярная фиксация. То есть возможность пациента вертикализировать или купировать болевой синдром в ближайшем послеоперационном периоде. Метастаз рака легкого в ТАЖ-8 позвонка – тоже двухэтапное лечение. И с переднего хирургического доступа транстаракально эндопротезирование тела позвонка телескопическим эндопротезом. Вот эндопротез тела позвонка при Л1 тоже путем торакофрена-люмботомии, удаление корпектомии и эндопротезирование с костной аутопластикой телескопическим эндопротезом. Метастазы рака молочной железы. Вы видите удаление корпектомии и эндопротез тела позвонка. Вот это эндопротезирование позволяет точно так же в послеоперационном периоде на следующие сутки пациента вертикализировать и получать специализированное лечение. Вот так выглядит эндопротез интраоперационно. Эндоскопическая тракальная хирургия на сегодняшний день набирает обороты и достаточно оправдана в первую очередь на образованиях, которые по типу песочных часов, когда с заднего хирургического доступа удаляется, скажем, одна часть опухоли, вторая часть опухоли удаляется таракоскопически, эндоскопически. Удаление интрадуральных опухолей позвоночника, в данном случае швономы, удаление интрадуральной опухоли невриномы, хирургия опухоли крестца. Это отдельное большое направление на сегодняшний день в ортебрологии. Сложная хирургия, большая хирургия. И всегда встает только один вопрос. Удалить опухоль крестца технически возможно. Что делать с корешками? Потому что каждый пациент хочет в послеоперационном периоде, кроме того, что ходить, еще и пользоваться своими функциями тазовых органов. Я несколько раз этот вопрос задавал на разных международных конференциях нашим коллегам. Они как-то очень однозначно говорят, мы рубим. Я отвечаю, что мы, если есть возможность, мы сохраняем эти колешки для того, чтобы сохранить качество жизни пациента. Но если они уже прорастают полностью опухоль и выделить их невозможно даже с помощью интероперационной электромиографии, мы рубим их тоже. Вот хардома крестца. Вы видите объем размером с детской головы. Вертеброэктомия точно также относится к радикальным операциям вертебрологии, когда нужно удалить полностью. Вы видите в данном случае метастаз рака почки. Первым этапом была выполнена эмболизация сосудов опухолевой сети, вторым этапом вертеброэктомия заднего хирургического доступа, выполнена транспендикулярная фиксация, из переднего доступа установлен эндопротез. Варианты операции Грюнвальда. То есть, когда опухоль, очень часто встречается данная патология, когда верхушка легкого прорастает в вышележащее тело позвонка, когда нужно единоблоком удалять и часть легкого, и ребра, которые врастают, опухолевый процесс, и тело позвонков. Вот второй этап варианта Грюнвальда. После места удаленного тела позвонка устанавливается также эндопротез. Очень важно в нашей хирургии это мультидисциплинарный подход, когда мы приглашаем наших коллег, в данном случае сосудистых хирургов, когда нужно выполнить эндопротезирование крупных сосудов, тракальных хирургов, которые нам помогают. Именно мультидисциплинарный подход, в принципе, лежит в основе успеха всей нашей работы. Потому что и морфологическая группа, и диагностическая группа, и клиническая группа работают в одном направлении и достигают результата. Это команда, которая наша работает в области онковоротебрологии. Сверху вы видите наш белорусский центр онкологии, на базе которого мы работаем. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Сергей Владимирович. Пожалуйста, вопросы коллеги есть ли? Сергей Владимирович, я бы хотел первый вопрос такой задать. Все же по срокам развития нейрологических осложнений и срок выполнения операции. Каким временем мы располагаем? Принцип здесь один. Чем раньше, тем лучше. Чем раньше, тем лучше. Если у нас есть возможность сделать эту операцию в первые часы при появлении нейрологического дефицита, тем больше шансов у нас на хороший результат. Но если даже мы не имеем такой возможности, все равно даже в случае грубой нейрологической симптоматики, прооперировав пациента, адекватно выполнив декомпрессию, мы имеем шанс получить хороший функциональный результат. Я не говорю о радикальности. Я говорю о возможности выполнения декомпрессии и создания условий проводимости спинного мозга. То есть, в любом случае, мы можем рассчитывать на какой-то шанс для пациента? Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот на представленных вами случаях при установке передним доступом эндопротеза у вас нет установленных задних фиксаторов. Как вы считаете, здесь нет необходимости, так? Значит, эндопротез, который мы, в принципе, разработали его, и мы используем, там есть принцип и транспедикулярной фиксации. То есть, с точки зрения ортопедии, есть теория трехстолбовой стабильности по классификации Дениса. Если два столба стабильны, то, в принципе, можно считать, что позвоночник опороспособен. Эндопротезом мы стабилизируем передний и средний столб. И это позволяет нам, пациентов, в послеоперационном периоде вести даже без внешней иммобилизации и вертикализировать на второй-третье сутки после вмешательства. Очень хорошо, да. Потому что это снижение травмы, по сути дела, операционной. Мы таким путем уходим от одной операции. Да. Потому что в случае поражения тела позвонка, подход был какой? Сзади выполняется стабилизирующая операция, а потом с переднего доступа мы идем на удаление корпектомии и уже там вариации какого-то корпородеза. В случае эндопротезирования мы идем на одну операцию и сокращаем сроки. И в принципе, я вам хочу сказать, что пациенты после этих операций выходят достаточно легко и быстро. То есть она большая операция, достаточно травматичная, но функциональные результаты у них очень неплохие. Замечательно, спасибо. Спасибо. Спасибо.